Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим, как всегда, про крипторынок, про цену биткоина и сфокусируемся больше на долгосрочном и на самом неожиданном сценарии. Хочу сказать большое спасибо! Наша семья растет, нас уже почти 33 тысячи подписчиков. Давайте запампим эту цифру, догоним цену биткоина, потому что биткоин уже обогнал нас в моменте. Также могу напомнить вам, что у нас есть второй канал CryptoCommons 2.0, там вообще всего 19 тысяч подписчиков, поэтому давайте и запампим эту цифру тоже. Здесь каждый день выкладываются переводы зарубежной аналитики, но я думаю вы и так в курсе, он просто на всякий случай сказал. Ну и если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и, как я уже сказал, подписывайтесь на канал. Поехали! Что хочется отметить? Смотрите, во-первых, странная хрень на графике доминации биткоина. Давайте с этого начнем. Вот такая вот сопля, тень или как это можно назвать, фитиль, аж на 18%. Что характерно, на более мелких таймфреймах ее нет, вот, ее не видно. То есть, скорее всего, это глюк, да? Посмотрите, ее же не видно. То есть, скорее всего, это глюк калькуляции TradingView. Ну-ка, вот на часовом нет, на четырех тоже нет. А вот, например, на дневке есть, или на недельке. Но, тем не менее, знаете, сказка ложь давней намек, вот на недельке тоже. Глюк не глюк, а может быть намек. Помните, что я вам говорил по поводу альтсезона? По поводу того, что я ставлю на то, что мы пробьем этот уровень прошлого дна доминации, то есть, прошлого пика альтсезона 2017 года. Я ставлю на то, что мы его пробьем. И посмотрите, возможно, что это не глюк никакой, а просто разминают почву. Или нам показывают светлые силы мира сего, или темная материя, как ни назови, показывают нам, куда сейчас прорывается туннель. Я ничего не говорю, дисклеймер, не финансовый совет, все дела, но вы сами все видите. Ладно, Эд сказал. На самом деле, сегодня хочу больше поговорить с вами про биточек, ну и, как следствие, про весь крипторынок. И тут, в принципе, даже не важно смотреть на биткоин, или на общую капитализацию всего крипторынка. Давайте посмотрим на биткоин все-таки. И включим логарифмическую шкалу. Я так вам скажу, что-то я за этим всем вот суетой каждодневной, мы постоянно что-то сейчас, каждый день видосы, переводы, аналитика, все ждут, когда, чего, куда, скотчем там, в какую сторону пойдем. Мы вот ловим с вами этот блошиный рынок, я это называю, мышиная возня вот эта. И мы за этим всем забываем про глобальную картину. Собственно, почему трейдеры, ну, я, конечно, не могу сказать все, но большинство трейдеров, скажем так, не зарабатывает даже так много, как рынок сам по себе растет. Ну, вот назовите мне успешных реально трейдеров, мультимиллиардеров, там их там единица вообще, понимаете, и они об этом не афишируют. Потому что все остальные в моменте пытаются что-то там урвать, угадать, там стоп-лоссы ловят и все остальное. А на самом деле глобальная картина такова, что мы находимся в огромнейшем суперцикле, да, и биткоин у нас растет. Я уже много раз говорил про модель сток-тофлоу, про всю эту тему, но давайте сейчас ее отключим. И раньше, когда я был поспокойнее, и рынок был поспокойнее, когда мы топтались вот тут в районе 10 тысяч долларов год назад, я делал видео летом на Sunspirit про то, что биткоин полетит там на 200 с чем-то тысяч долларов в этом цикле, как не про***ть все в бычьем рынке он назывался. Ну, сори за слово бычий рынок. И там в двух словах, если говорить, то там речь была о том, что смотрите, все очень просто, если не усложнять. Исторически можно было очень легко догадаться, что вот здесь нужно покупать, а вот здесь продавать. Да даже вот здесь, если бы чуть-чуть продали. А вот здесь нужно было покупать, а вот здесь продавать. То есть на дне канала покупаем, наверху канала продаем. Вот здесь покупать, вот здесь докупать. Вот здесь, ну, чуть-чуть можно продавать, но в целом продавать нужно будет вот там. Таким образом, у нас с вами без нервотрепки глобальных всего было несколько трейдов. Смотрите. Long, short. Под short можно понимать take profit. Это не значит, что надо вставать с плечом. Опять же, long, short. Я извиняюсь, что я как для дебилов разжевываю, но это для себя так же. Я такой же дебил в чем-то, это надо понимать. Если вы считаете, что вы не дебил, как говорил один мой знакомый, если пациент считает, что он здоров, то это уже диагноз. Это самый страшный диагноз, ребята. Вы все должны понимать, что вы... Во-первых, вы должны быть чуть-чуть ненормальными. Никто, конечно, ничего никому не должен, я понимаю, но на рынке вы должны... Вам следует быть немного ненормальными. Вам нужно быть не такими, как все. Мы играем здесь против толпы. И я что имею в виду? Что вот, на самом деле глобально, смотрите, long, 1000 иксов, short вышли, 90% просадка. Снова long, сотни иксов, short вышли опять, 80% просадка. И сейчас снова long, и мы пока еще не дошли до туда, где short. Но частично уже, в принципе, можно забирать прибыли. Это понятно. Всегда лучше забирать прибыли потихонечку лесенкой. Так же, как и заходить тоже потихонечку лесенкой. Это мы тоже с вами часто обсуждали на моем канале. Есть видео, как работает рынок и как на нем заработать. Тоже, кстати, я его давно сделал. Посмотрите его обязательно. Вот. Я извиняюсь, что я такие простые вещи вам разжевываю. Может быть, кого-то чем-то обижаю, что я говорю там про дебилов. Но давайте осознавать это тоже. На рынке 90% это дебилы. Они покупают дорого и продают дешево. И мы против них с вами играем. Понимаете? Они вот здесь покупают, а вот здесь продают. Как это не прискорбно. И нам отдают с вами свои деньги. Поэтому вам надо быть умнее. И не быть как толпа. Если толпа орет, что это лонг, то это, скорее всего, шорт. И наоборот. Если толпа орет, что мы сейчас полетим вниз на 20к за биткоин, то это, скорее всего, лонг. Теперь, что я хочу вам сказать. Я хочу сейчас сделать вам супер крышесносный прогноз. Поэтому пристегивайтесь поудобнее. Держитесь за стул, чтобы не упасть. И доставайте попкорн. А перед этим крышесносным прогнозом я хочу вам напомнить, что внизу под этим видео вы найдете все полезные ссылки, в том числе наш телеграм-канал. Вот тут вообще все наши ссылки в топлинке. Там есть куча всего полезного. Даже крана, чтобы накрутить первые свои биткоины бесплатно. Изучите ее. Ну и вот, конечно же, все лучшие биржи, рабочие обменники и кошельки. Если вы хотите безопасно хранить крипту, заказывайте себе Ledger по вот этой ссылке. Если вы хотите купить крипту или вывести на свою банковскую карточку, то вот рабочие обменники очень хорошие. Сам им пользуюсь постоянно. И все лучшие биржи. Femix, Bybit, Binance, Ascendix, Poloniex, FTX. Хочу сказать, что на Bybit сейчас делаю новый обзор. Буквально на днях появится он на канале. Все новые фишки Bybit. У них появился спот, то есть торговля без плеча. У них появилось достаточно много новых монет в USDT-деривативах. Ну и небольшой апдейт по своим сделкам. На Bybit я все еще держу лонги по эфиру и XRP. Вот размер позиции. Это уже половина позиции разгрузилась, больше половины. Цены входа, цены ликвидации. Unrealized PNL, Realized PNL. Забрал сегодня одно ведерко. Снял пока остальные ведра. Хочу посмотреть, куда это пойдет. И на Femix держу лонг. А, ну ладно, это потом, наверное. Что хотелось сказать. Сейчас я вам расскажу еще один вариант событий, который, на мой взгляд, является наименее ожидаемым сейчас. Но, как следствие, возможно, наиболее вероятным. Смотрите, это график биткоина, наложенный на график золота. Кто-то в чате мне прислал большой респект этому человеку. Понятно, что вот здесь вот корреляции практически нету вначале. Но вот здесь, в принципе, фрактал схожий. И согласно этому графику, смотрите, это золото в 70-е. Когда доллар отвязали от золотого стандарта и начали печатать кучу долларов. Что произошло дальше? Золото зато замунило. И если биток сейчас пойдет повторять этот фрактал, а мы знаем с вами, что рынки цикличные, частенько повторяют друг друга очень хорошо, пузыри на рынках, то цена биткоина может сейчас улететь на 200 тысяч долларов, потом сходить вот куда-то в район 40, в принципе, идеально по сток-то флоу, или 50, и потом улететь уже на 2 миллиона. Теперь смотрите, какой прикол. Вот опять же график золота тех же 70-х в сравнении и график с биткоином. Посмотрите на это, куда улетело золото, и посмотрите на график биткоина, где мы сейчас. Абсолютно схожая вещь. Теперь смотрите, что может произойти. Давайте так. Нам, чтобы заработать на этом рынке, нам надо с вами ставить на менее ожидаемый вариант, правильно? Не то, что ожидает толпа. Потому что всегда, если вы посмотрите, биткоин делает не то, что от него ожидает толпа. То есть, когда он вот здесь рос, вся толпа шартила. Все продавали, выходили. Когда он здесь падал, все откупали. Я надеюсь, вы это понимаете. Если не понимаете, посмотрите мое видео, как работает рынок. Теперь смотрите, в чем прикол. Сейчас толпа ожидает чего? Толпа ожидает двух вещей. Толпа ожидает чего? Либо биток по 25, по 20, по 15, чтобы закупиться еще дешевле. Или вообще конченого скама. Либо толпа ожидает Тузе Муна до 100, до 200 тысяч. Ну, до 250 тысяч долларов. И потом медвежьего рынка. А теперь внимание. То, если нас ждет абсолютно третий вариант, о котором упомянул только Да Винчи, по-моему, и Джон Маккафи, Царство Небесное. Если он, конечно, не сам повесился. Что, если нас ожидает Тузе Мун, только не на 200 тысяч долларов, как все ждут? Потому что, смотрите, почему вообще любой Тузе Мун происходит? Потому что никто не верит, и все шортят. Вот тут все шортили, тут все шортили, тут шортили, тут шортили, тут. И до последнего шортиста мы летим всегда. И вот здесь так же было. Что, если мы сейчас улетим реально на 200 тысяч? Потому что я думаю, что уже ни у кого вопросов нет, что мы идем пробивать сотку. Что, если мы улетим на 200 тысяч, и здесь снова все зашортят, и биток сделает вот так вот, как говорил Да Винчи. и просто стрельнет куда-нибудь на лимон баксов. Прикиньте, вот я вам так скажу, вот этого варианта, я думаю, не ожидает никто. Даже я. Даже я выйду вот здесь вот. И вы все выйдете, я же знаю. Вы все выйдете, и ракета пустая может улететь еще выше. Потому что это биток, чуваки. И все эти прогнозы, сток-то-флоу, все наши модели, они не учитывают то, что долларов печатают просто сейчас крышесносно много. То есть долларов печатают столько, что, возможно, грядет деноминация. Знаете, да, что такое деноминация? Когда, допустим, 1000 долларов, и из-за того, что инфляция супер жесткая, они просто убирают 3 нуля или 2 нуля и оставляют 10 долларов или 1 доллар снова. Короче говоря, коллапс пиатных валют происходит. И как вам такой вариант, чуваки? Понятно же, есть еще четвертый вариант, что это просто тузы дно и вообще на ноль, который тоже мало кто ожидает. Но, знаете, честно говоря, не хочется в это верить. Но вот такой варик, что реально мы сейчас летим сюда, здесь все начинают шортить, выходить, и мы улетаем просто вообще тузы мун, тузы мун. Чуваки, ну это все, тузы мун. Вот что, не поняли, что ли? Тузы мун. Хорошо. И не факт, кстати, что будет потом сильный медвежий рынок, то такой вариант тоже есть. И я не буду сейчас тут корчить из себя там профессионально какого-то волновика, все это вам разрисовывать. Я просто вам говорю, что такой варик есть. Теперь что мы видим с вами локально? На недельке мы все еще в перепроданности по стахастику, несмотря на то, что у нас уже 8 или 9 дневных свечек зеленых, они все укладываются в одной недельной свечке, и мы еще даже не вышли из перепроданности. Так что, в принципе, куда расти тут есть. Зеленая точка, манифлоу зеленый. Поэтому я думаю, что мы увидим сейчас очень хороший отскок, и по этой же моей теории все начнут сейчас шортить и здесь, и здесь выпрыгивать, и здесь, и мы можем абсолютно безоткатно вот так вот улететь еще выше. Это как вариант. Но опять же, дисклеймер, конечно, не понял. Сами принимайте решение, вы все взрослые ребята. Вот, по поводу золота. По поводу золота-то абсолютно интереснейшая вещь происходит, потому что золото сейчас переписывает свой all-time high. И посмотрите, всегда, когда золото переписывал all-time high, да и в принципе любой актив, когда переписывал свой all-time high, ну вот это, мне кажется, лишнее, конечно, здесь хотя тоже. Всегда, когда актив переписывал свой all-time high, он улетал потом на несколько иксов наверх. Тем более, это золото, его искусственно сдерживают сейчас на таких низах, чтобы не показывать вам, какой пипец творится с валютой. Поэтому, смотрите, золото реально готовится к To The Moon. И я хочу вам напомнить, что на нашей любимой бирже Femix вы можете, кроме того, что торговать биткоином, что я, собственно, и делаю сейчас. Вот мой лонг по биткоину все еще открыт. Цена входа 3800. Рыночная цена 41.100. Цена ликвидации 18.800. Прибыль нереализованная и среализованная уже примерно 15 миллионов в Сатоши. Небольшой лонг совершенно в плече 1.5x сейчас находится. То есть практически без риска, я бы сказал. Вот. Также вы можете, естественно, торговать здесь золотом. Я много раз это показывал, но хочу вам напомнить. Золотом, золотыми контрактами вы можете торговать прекрасненько вообще здесь. Имея на балансе USDT. И, кстати, сегодня воскресенье, значит, откроется гэпом завтра золотишко. Я вот думаю, может поднабрать лонг. Я держал здесь лонг по золоту, но он пока, видите, он пока что-то туда-сюда вот так вот ходит. Вот здесь, конечно, была сладкая точка входа. По 1680, по 1700 я заходил. Сейчас уже придется перезаходить выше, видимо. Но, опять же, чуваки, не финансовый совет. Дисклеймер. По-моему, это туда. Причем сильно туда, как я вам уже показал. Потому что all-time high вот. И золото так же, как и биток, может сделать то, чего от него никто не ждет. Очень сильно за тузэмунить. Потому что любой тузэмун, он на самом деле абсолютно ничем не ограничен, кроме нашей своей фантазии. А так-то что, даш лонг тоже. Вот у меня микропозиция есть на фьючех. Но я, на самом деле, на споте добираю активно дашу. И то, что я вначале показывал, что доминация так сильно упала. Возможно, это знак того, что дэш собирается вернуться. Обратно в топ-5 или в топ-3. И хсануть сразу на 100 х. Ну, как вариант, конечно. Так что вот. Ну и только что смотрел стрим Тони Вейса с Вилеву. Задонатил им даже чуть-чуть. Ребята просто красавчики. Вилеву весь стрим показывал, что... Вот, показывает, что киты постоянно покупают на всех просадках. Никто ничего не сливает. Все аккумулируют биток. Все понимают, что это тема. Вот. Тони Вейс, конечно, тоже красавчик, что проводит такие стримы. Обязательно позовем скоро его к нам на канал, на стрим. Так что подписываемся, ребят. Ставим лайк, если вам нравится криптоконтент. Это был Гриня. Регистрируемся на Bybit, на Femix, если вы еще этого не сделали. Все ссылочки в описании. Ну и что можно сказать? Большущих профитролей вам всем, ребята. Торгуем с холодной головой. Инвестируем в будущее. И да пребудет с вами профит. А! Блин. Конечно же, как я мог забыть. Очень давно меня просили. Я все никак-никак на эту монету не смотрел. Просили взглянуть на Anthology. Ну, честно говоря, выглядит стрёмно. Anthology выглядит как конченная скамина сейчас. Даже к доллару на месячном. Но, извините меня, вспомните, что мы хотим с вами покупать. Мы хотим с вами покупать то, что внизу. А то, что внизу, всегда выглядит как конченная скамина. Поэтому, похоже, что это все фаза аккумуляции. И вот здесь вот был уже сильный импульс, который сейчас, скорее всего, пойдет дальше пробивать вот эту историю. Но, ребята, дай бог. Дай бог. Я лично на последней просадке был вынужден распродать свою Anthology в пользу того, чтобы меня не ликвиднуло. Но я думаю, что да, имеет смысл подбирать эту монету. В среднесрочный такой свинг-трейд, чтобы сделать больше биткоина. Не финансовый совет, дисклеймер. Ребята, все решения принимайте сами. Виноваты только в зеркале, если вы продули. Но, опять же, еще раз говорю. Ваша задача в трейдинге – это купить вот здесь и дождаться цены выше. И выйти только выше. Если вы делаете наоборот, значит, трейдинг не для вас. Просто зачеркните для себя это и идите на завод или в Макдональдс. Все, всех обнял. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь в телегу. Подписывайтесь везде. И скоро увидимся. Пока. Терпеливо наблюдаю. Если мы пробьем это сопротивление, то я возьму огромную большую лонг-позицию. Да ебаный насос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова